Продолжение следует... Вы в курсе, что смертность от наркотиков за последние годы увеличилась в 15 раз? А в борьбе за здоровый образ жизни самым эффективным способом является профилактика наркомании в подростковом возрасте. Это доказывает мировой опыт. Здравствуйте, я Инга Кабеша и это программа «В курсе». Здесь мы говорим на разные темы, но главное о том, чем живут сочинцы. Наш гость сегодня, заместитель начальника регионального управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александр Викторович Петухов. Здравствуйте, Александр Викторович. Наркомания – это страшно, ужасно, в это порой не хочется верить. Проблему, охватившую весь мир, сегодня считают социально заразным заболеванием. Поэтому сегодня особенно актуальна активная профилактическая деятельность. На Кубани подобные мероприятия проводятся в рамках краевой программы противодействия незаконному обороту наркотиков. Создаются и городские антинаркотические компании, в том числе и операция «Сообще, где торгуют смертью». Александр Викторович, расскажите о ее результатах. Да, ну хочу сказать, что эта операция проводится со времен, так сказать, становления нашей Федеральной службы. Она является базовой. Но все дело в том, что результаты ее меняются в соответствии с тем, как меняется вообще ситуация в целом. Дело в том, что это раньше, еще 10 лет назад, было возможно такое, что с какого-то адреса продавали наркотики, что были какие-то адреса, и очень активно население звонило, сообщало. Сейчас в основном звонки сводятся к тому, что нам сообщают люди телефоны, которые где-то на заборах увидели с сообщениями, там с непонятными спайс, там соль и что-то такое. Конечно же, эти телефоны все сразу же поступают у нас в работу. У нас существуют специально разработанные специальные программы. Мы проверяем обязательно все эти телефоны. Но хочу сказать, так сказать, для сведения, что большинство из этих телефонов все-таки является следствием мошеннических действий. И приобрести наркотики по ним нельзя. Но те люди, которые оставляют эти надписи на заборах, на скамейках где-то, надеются на то, что все-таки лицо в поиске какой-то дозы наркотика синтетического сделает соответствующий платеж. Понятно, что наркотиков оно не получит, но какие-то вот такие крохи вот так вот собираются, и где-то как-то, в общем, этот немножко из другой области, это квалифицируется как мошенничество. Но, тем не менее, есть и такие телефоны, которые работают, по ним ведется работа. И, в общем-то, те результаты, которые показывает наша служба, в общем-то, свидетельствуют о том, что эта работа ведется стабильно, планомерно. Но дело в том, что, конечно, сама по себе наркопреступность в настоящее время очень сильно мутировала. И уходит, она не имеет границ. Границы ее определены безграничным пространством интернета, так скажем. Последние результаты деятельности нашей службы указывают именно на это. Когда цепочка ведет в Москву, дальше на Украину, в Питер, иногда в Китай уходят следы. И все это, как бы, понимаете, все это звенья одной цепи, что называется. Потому что то, что творится сейчас в этой сфере, это, конечно же, изощренная такая тактика наркомафии, можно назвать. И потом все это отправляется почтой, да? Да нет. Почта – это один из каналов поступления наркотиков. На самом деле наркотики доставляются и традиционными путями, с помощью вербовки контрабандистов, с помощью вербовки курьеров, с помощью маскировки в различных видах товаров народного потребления, в том числе и почтой. В том же интернете и на телевидении мы можем видеть людей, мягко говоря, которые под воздействием спайса неадекватно себя ведут, выкидывают номера, если так можно выразиться. Что это? Истерия? Или мы действительно стали свидетелями новой эпидемии? Да. Значит, на самом деле, как я сказал ранее, рынок наркотиков настолько кардинально изменился, что традиционные виды наркотиков, таких как героин, марихуана, опия, они ушли в прошлое. В десятки раз меньше их изымается стало, но их не просто стало меньше изымается, а их вытесняют синтетические наркотики. Вот эти так называемые соли, спайсы. Ну, хочу сказать, по своему воздействию на организм человека, они гораздо вреднее, гораздо вреднее, чем те старые традиционные виды наркотиков. То есть, они не только токсичные, из-за чего в прошлом году у нас по России прошла эпидемия смертей в 17 регионах. Одновременно просто случилось так, что был завоз вот этой партии синтетических наркотиков, спайсов, которая была настолько концентрирована, плюс еще там в составе химической формулы были ядовитые вещества и соединения, и порядка 900 человек в течение сентября-октября месяца в прошлом году у нас по стране было смертей, да, фиксировалось. Поэтому вот эта цифра, которую вы озвучили вначале, она, конечно же, тоже не с потолка, она как бы тоже имеет под собой обоснование. И, как вы отметили, еще самый главный вред, то, что вот эти синтетические наркотики, новые вот эти спайсы, они чем еще как бы очень сильно вредоносны и опасны? Тем, что они, значит, под влиянием этого наркотика развивается очень сильный глюциногенный эффект. Человек как бы сходит с ума на какое-то время, потом у него в мозгу возникают процессы уже необратимые, часть клеток отмирает, и вот кажется, что человеку кажется, что его преследуют какие-то черти, допустим, он от кого-то начинает убегать. Вы слышали наверняка в средствах массовой информации, в передачах о том, что люди сбрасываются с верхних этажей, убегают, лишь бы не видеть тех ужасов, которые под влиянием этих наркотиков, того страха, который они испытывают, они убегают от него. В прошлом году к нам приезжали белорусские коллеги и привозили фильм с последствиями спайса с Белоруссии. Но я вам скажу, что эта проблема не только России, эта проблема сейчас мировая, во всех странах она, в общем-то, затронута. И вот там просто, я сам видел этот фильм, показывая, например, такой, когда один человек, покурив спайса, взял, вскрыл себе полость, живот, то есть, да, и копался там руками, доставал, какой искал датчик, который якобы ему туда вшили инопланетяне, ему надо было от него освободиться. Вот ему такое вот прошло видение. И таких вот наподобие случаев море, когда люди сами себе горло перерезают, когда, вы знаете, в прошлом году в Анапе был случай, когда сын зверски убил свою мать. Помните, таких случаев, когда, по стране есть случаи, когда детей своих убивают. Это все под влиянием именно вот этого жуткого наркотика, когда человек просто сходит с ума, становится неадекватным, не просто само по себе. Вот здесь важны еще и, скажем так, вот именно это действие, именно это действие наркотика, вот этих синтетических, оно очень опасно и в социальном плане несет большую опасность. Потому что, представляете, на каком-нибудь производстве промышленном, до которой еще связано с, может быть, с опасностью катастроф. Ах, кажется, такой человек, который покурит спайса, ну вот, к примеру, да. Конечно, последствия могут быть самые-самые ужасные. Каковы результаты борьбы с распространением этого самого спайса у нас в Сочи? Ну, я могу только констатировать факт, что систематически мы снимаем группы, которые появляются здесь, организуются. Систематически уходят в суд уголовные дела. Значит, как правило, группы формируются из приезжих лиц, из приезжих лиц вербуются. Когда-то попадают в них и местные, так сказать, граждане. Различного уровня организацией бывают эти группы. Бывают попроще, бывают посложнее. Бывают это отпочковки от вообще транснациональных группировок здесь, которые осваивают рынок Сочи. Рынок Сочи очень привлекателен для наркоторговцев именно тем, что здесь очень большое количество туристов. Здесь местное население довольно-таки хорошего уровня благосостояния имеют. Здесь, в общем-то, атмосфера отдыха. Ей создается благоприятные условия, поэтому, конечно, здесь приходится защищать вот эту вот, значит, Сочи от посягательств, от наркоторговцев очень активно идут. Агрессия такая идет очень активно, регулярно. То есть постоянно как можно сравнивать, допустим, когда стригут газон и трава вырастает, так и здесь тоже. Буквально освобождаем, да, освобождаем, так сказать, садим одну группу, появляется другая где-то. И вот такая вот, постоянно идет процесс такой вот, да. Раньше считалось, что наркотики – это удел богемы. Сейчас есть масса рецептов, как приготовить дешевый наркотик, тот же дезаморфин, да? Вот это удешевление – прямая угроза. Как с этим бороться? Существует такой, действительно, существует такой термин, как аптечная наркомания. Дезаморфин у нас в течение последних пяти лет действительно предоставлял большую угрозу. Из-за того, что кодеиносодержащие препараты отпускались без рецепта врача, свободно. Их приобретали желающие, так сказать, наркоманы спокойно в аптеке и изготавливали путем химических, там некоторых простых операций, изготавливали себе наркотик, страшный по своему вреду и влиянию на человеческий организм. Но благодаря тому, что все-таки удалось добиться рецептурного отпуска, значит, это явление в 20 раз снизилось. Сейчас практически официальная статистика показывает, что по стране в 10 раз стало меньше притонов. Благодаря тому, что варить уже не нужно, квартиру снимать для этого не нужно. Все проще. Получил порошок этот синтетический или там спайс взял, покурил. Для этого не нужно закрываться, там печку какую-то, там что-то делать, все проще. Но я говорю, постоянно ситуация изменяется, мутирует, и надо приспосабливаться, соответственно, в борьбе, в противодействии приходится серьезный, скажем так, элемент творчества. Постоянно придумаю что-то такое, чтобы противостоять этой угрозе. Но главное хочу сказать, что постоянно наркопотребители находят какие-то новые лекарства, которые, скажем так, оказывают эффект одурманивания. Сейчас в настоящий момент очень серьезный вопрос стоит с илирикой. Есть такой препарат лирика, все его знают. Есть такой препарат, как пригабалин и часть других, которые просто, ну, просто вызывают эффект одурмания, чем-то может быть отдаленно, схожий, похожий. То есть приобретают вот эти таблетки, особенно молодежь, да? А где приобретают? Просто в аптеках. Они как бы, считаю, они как бы формально, формально должны находиться в рецептурном отпуске, но учетно-количественный, предметно-количественный учет не ведется, не обязывает министерскими приказами Минздрава вести этот учет. И благодаря этому происходит, вот опять же, ну, если не сказать наркотизация, потому что это не наркотики, в них нет ничего наркотического. Но привыкание, зависимость. Ну, просто, как сказать, больше, может быть, токсикомания это подходит. Но, как бы, озабоченность это вызывает, потому что молодежь губит себя не так, так иначе. Убедить наркомана, того же токсикомана, да, наверняка очень сложно. Тем более, если он продолжает вращаться в кругу своих приятелей. Вот как, по вашему мнению, можно помочь и спасти человека? Может, семье как-то нужно себя вот вести и что-то предпринять? Ну, на самом деле, здесь очень важен момент раннего выявления. Это касается и как в семье, так и в школе, когда чем раньше выявится проблема, тем проще с ней справиться, так скажем, чем она менее запущена. Допустим, в школах, если появился такой в классе человек вдруг, его нужно, конечно же, моментально изолировать, не то, что изолировать, но принимать меры к тому, чтобы брать под особый контроль, под особое внимание, чтобы он не оказал свое влияние на сверстников, не оказывал свое влияние на сверстников. И это очень важно, потому что подростки в раннем возрасте, они очень, как бы, не то, что зависимы, они легко подвержены влиянию сверстников где-то. Вот. И, конечно же, вот именно в этом моменте это касается не только школ, это касается и высших учебных зрений, и это касается и каждой семьи. Если только какие-то обнаружились приметы, допустим, этого, конечно, лучше перепроверить это каким-то образом и как-то влиять, начинать этого. Хорошо проверить. А предотвратить? Какие меры профилактики среди школьников могут быть? Действенные? Среди школьников меры профилактики, самые эффективные меры профилактики, еще раз говорю, раннее выявление. Это создание общего настроя, общего настроения, правильно, нетерпимости к таким фактам. Это информирование педагога о появлении вдруг каких-то признаков. Это информирование правоохранительных органов соответствующих. И, соответственно, индивидуально под каждый случай должна быть, в общем-то, реакция. Раньше вы фильмы, помню, в школах даже показывали. Действенно ли это меры? Есть, есть фильмы. У нас есть ряд фильмов, разработанных и федеральной службой. И мы даже создавали свои фильмы, в общем-то, основаны на, в принципе, пропаганды вреда. Дело в том, что вот, когда впервые появились спайсы, соли вот эти, вот в 2009 году это было, в том числе в интернете, и давалась реклама, что это безопасно, что это не вредно. Ну вот мы предлагаем вот такой вот дизайнерский наркотик, который не нанесет вам вреда. Но это, как я вот вам сказал, это ложь. И как бы это попытка затянуть молодежь, вот именно обманув в том, что этот наркотик безвреден. На самом деле он вреден, и гораздо вреден, чем традиционные виды наркотиков. А проходит ли сейчас тестирование и обследование школьников? Да, с целью профилактики предусмотрено, предусмотрено раннее выявление тестирования школьников. Оно осуществляется анонимно у нас в школах, в институтах, где проводится такое. И, в общем-то, меня, так сказать, радует результат, то, что выявления есть, выявления есть, но они очень, так сказать, исчисляются десятками доли процента. И это не несет массового характера. То, что, в принципе, обстановка в Сочи в настоящий момент, в этом моменте, в общем-то, является, как сказать, стабильной, наверное, все-таки будет правильно сказать. А вот еще по поводу школ. Ходят слухи, что возле школ появились какие-то подростки, которые предлагают школьникам жвачки, пропитанные якобы наркотическим средством. Сначала бесплатно, потом за деньги. Вот родители очень беспокоят эта информация, которая, кстати, распространяется через соцсети. Вот есть ли данные об этом? Или это просто слухи, и такого быть не может? Хороший вопрос, потому что я думаю, что он действительно, наверное, должен беспокоить и родителей многих, и просто людей, горожан, почему действительно появляются и объявления в соцсетях, и какие-то смс-ки странные, и слухи какие-то ходят. И я, честно сказать, для того, чтобы успокоить всех и открыть правду на эти все моменты, хочу сказать, что мы принимали такую жвачку от обеспокоенных родителей. И подвергали ее химическому исследованию, тщательному, спектральному, то есть на специальных приборах. То есть ничего мы не обнаружили, к счастью. Но хочу сказать, это очень хорошо, и родители, когда родители бдительны, когда вот такие моменты где-то вытаскивают, потому что все возможно в наше время. В наше время, вот вчера, допустим, по телевизору, если вы смотрели новостные каналы отравления алкоголем, фальсифицированным, элитным, так сказать, да, тоже, опять же, распространялось через интернет, подделывают все. А что уж делают в этих подпольных лабораториях в Китае, вот под видом вот этого спайса сюда завозят, сами можете себе представить, какие там концентрированные ядовитые вещества могут содержаться, что, в принципе, это как бы одна из возможностей просто диверсии, понимаете. Не надо сбивать самолеты, не надо взрывать переходы. Вот можно просто вот, да, использоваться. И хочу, чтобы, если есть возможность сегодня у меня, допустим, выступить и... Обратиться. Обратиться, да. Пожалуйста. К гражданам, горожанам нашего города. То есть бдительность терять и в этой сфере, в том числе, не нужно. Следите за своими детьми, следите за их поведением, следите за их физическим состоянием, следите и будьте бдительны. Ещё проходит у нас в городе программа «Антинарко». Что входит в её комплекс, в этой программе? Значит, «Антинарко» — это, так сказать, сокращённое название краевой целевой программы, программы комплексной противодействия наркомании. Эта программа действовала с 2002 года по 2014. В 2015 уже, так сказать, была принята новая программа. Она называется «Программа Краснодарского края противодействия незаконному обороту наркотиков». И принята она с 2016 года по 2021 года. Программа комплексная, как я вам сказал. И в ней заключён полный комплекс мер профилактических, самых разнообразных, направленных на сокращение спроса, прежде всего, на наркотики, направленных на пропаганду здорового образа жизни, направленных на пропаганду вреда потребления наркотика, направленных на информирование граждан. Программа, в общем-то, довольно-таки обширная, и они, если говорить, это займёт очень много времени. Она есть в интернете. Кого-то, если подробно интересует, можете посмотреть. Ну и чтобы подвести как-то итог, да, и вот резюмировать в целом ситуацию в Сочи, и вот подытожить нашу беседу. Вы сказали, что да, в целом ситуация стабильная, но вот как-то, может, ещё подытожите, как у нас в Сочи обстоят дела. Всё не так плохо, в принципе. Скажем так, с учётом всех вот этих особенностей нашего города, с учётом многомиллионного потока туристов, с учётом близости границы и открытости её, в общем-то, ситуация в Сочи всегда будет неспокойной, она будет напряжённой. Но хочу сказать, что в целом, как бы, вот в целом сочинцы, население Сочи, оно, если сравнивать с другими городами, ну, меньше подвержено вот этому, влиянию этого пагубного свойства. И это во многом, в общем-то, заслуга в этом и администрации города. У нас тоже есть в городе своя городская программа. Это, в общем-то, во многом заслуга и главы нашего города. Он активно, самое активное участие принимает в системе работы антинаркотической нашей комиссии, на которой принимаются, в общем-то, действенные меры, конкретные, направленные на противодействие не только обороту наркотиков, но и в комплексе, как проблема рассматривается в комплексе. То есть общими усилиями идет борьба? Общими, борьба ведется общими усилиями, комплексной. Во многом, благодаря, в общем-то, усилиям и наших коллег с УВД, с ФСБ, таможенной службы, которые тоже активно работают на данном направлении, удается как-то, в общем-то, сдерживать эту ситуацию на, скажем так, удовлетворительном держать ее, может быть, на удовлетворительной позиции. Но на самом деле успокаиваться никогда нельзя, и хороших оценок никогда не может быть в данной работе, потому что слишком уж в настоящий момент… Много желающих продать, много желающих купить. Слишком это все сложно, неоднозначно, слишком это все запутано. И я говорю еще раз, то есть границы этого явления сейчас раздвинуты благодаря интернету. И ситуация в Сочи, она не может никак быть замкнутой, понимаете? Главное, что борьба ведется, никто не стоит на месте. Спасибо вам, Александр Викторович, за беседу огромное. А я напомню, что из ста человек, попробовавших наркотики, 90 становятся наркоманами. Наркомания – это проблема людей, не сумевших сказать «нет». Будьте в курсе и дорожите жизнью. Всего доброго.